Ребята, всем привет! Хочу еще поделиться вот с таким небольшим маленьким пассажем, очень широким тейпингом. Смотрите, очень интересно получается, когда мы играем широкие вещи, когда приходится рассредотачивать свой взгляд и куда направлять внимание. То есть я всегда играю, направляю внимание на правую руку. То есть левая рука, если у меня сдвигается там, скажем, позиционно куда-то, то я на нее не смотрю. Ну, по возможности. То есть если, например, нужно в этот момент четко представлять, куда будет играться тейпинг, я, конечно, смотрю на правую руку. Здесь мы играем с вами, это обыкновенные два аккорда, два минорных септ-аккорда. Это ля минорный септ и ми минорный септ. То есть ля, ду, ми, соль и ми, соль, си, ре. То есть получается у нас... Мы сыграли с вами здесь тейпинг. Тейпинг делаем на ноту септ-аккорда, на ноту соль. То есть соль, ля, ду, ми, соль. Вот. Потом переходим с вами то же самое на октаву выше. То есть вот мы сыграли здесь ход один раз или четыре раза, там, не важно сколько. Вот. Самое сложное в этом, в этих фразах, это дождаться именно всех нот, чтобы не... Чтобы не так звучало, а... Вот. И дождаться именно возврата на эту ноту. Затем далее вы прыгаете на октаву выше, то есть у вас тоже получается ля, до, ми, соль. То есть вот они все нотки эти. Потом очень просто. Мы переходим с вами в ми минор. Мы просто всю конструкцию смещаем на полтона и, соответственно, на струну. Поэтому здесь у нас получается ми, соль, си. Вот. И, соответственно, тейпинг мы играем с вами на ноте ре. Затем далее прыгаем еще на октаву выше и получается здесь на то же самое. Вот и весь пассаж, по сути дела. Значит, смотрите, какие тонкости могут быть. То есть у вас получается, когда вот сама конструкция кисти, когда вы идете отсюда, переходите сюда на третью струну, то есть с пятой на третью. То есть вот, например, мы сыграли. Ой, прошу прощения, на вторую струну. Вот. И здесь у вас руку вы просто перемещаете. То есть вот именно вот это вот все движение, то есть у вас идет отсюда сюда, раз, переместили и все. И это лучше всего сделать вам отдельно. То есть поработать сначала зрительно, А потом попробовать поиграть это уже без глаз. Ну, в смысле, я не говорю о том, что надо там повязку одевать или еще что-то, а просто смотреть на правую руку. Оп! То есть это привычка просто у вас будет. То есть мышечное движение. То есть оно просто как будто вы будете понимать, сколько нужно руке, какой пути ей пройти, скажем, от пятой струны ко второй. Это, на самом деле, по первости очень тяжело, а потом так проще будет. Ну, или можете по-своему как-то сделать. Вот. А потом, по поводу глушения. Первым пальцем можете глушить струны. То есть вот вы, например, ставите вот так палец, у вас получается само движение идет. Вот оно. То есть у нас получается, что все струны мы... То есть я делаю пулы. То есть вот у меня, например, получается... Вот отсюда так. И теперь все... То есть вот этот палец первый у меня стоит в таком положении, что он держит вот эти струны остальные. То есть получается... Вот. Если бы этот палец не стоял здесь, то есть если бы мы как-то вот так играли, то был бы вообще вот такой звук получился бы. И там уже какой-то... Такая кварта звучит. Вот. Поэтому палец держим здесь. Ну и запястье тоже я бы рекомендовал ставить вот в такое положение, чтобы у вас было... Оп. И сразу же здесь запястье ставить в этом месте. То есть чтобы у вас вот эти струны все глушили вы этим местом. И в принципе все. И вот подобные пассажики достаточно интересно будут звучать. Вот. Надеюсь, вам этот урок понравится или не понравится. Или пойдет на пользу. Может, не пойдет на пользу. Вот. И, собственно, можете его играть. Таблатуры у меня его нет. Потому что, ну, здесь достаточно все просто. Даже начинающий гитарист может поставить пальцы. То есть здесь две схемы всего лишь. То есть вот 12, 15, 19 вот вы поставили. И тэппинг на 20-м ладу. То есть вот. Это в принципе, я думаю, всем понятно. Вот это основная схема. Все. Больше ничего нового. То есть вот. Четыре ноты всего лишь. И последовательность ноты у нас начинается с тэппинга. То есть раз. То есть вот вы сыграли. Раз. Потом сделали пул. Два. Дальше. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вот. Все. Движения больше нет. То же самое движение идет на октаву выше. Получается у нас. Десять. Тринадцать. Семнадцать. Двадцать. Все. Дальше вы то же самое сдвигаете. Все, что я сейчас сказал. Минус один. То есть получится. И потом плюс еще у нас. Сам ми минор. Это получается двенадцать, пятнадцать, девятнадцать и двадцать два. Все. Больше здесь ничего сложного нет. Единственное, что на растяжку. То есть когда играешь растяжку, растяжка должна. У вас пальцы очень тяжело дотягиваться именно мизинцем. И скорее всего у вас будет вот такая тема. То есть вы, например, сыграете здесь. А здесь мизинчик вот именно на третьей струне у вас будет уходить вот в этот лад. То есть здесь нужно именно следить за ним. То есть чтобы мизинец дотягивался. Вот. Я думаю, что на этом все. И в принципе желаю вам успехов, чтобы все это у вас получилось. Можете свои результаты прислать мне на почту. Никсок, собакамейл.ру Я посмотрю и сделаю даже, прокомментирую. То есть какие-то укажу, могу указать ошибки. Но на самом деле под настроение. То есть если, например, будет времени очень много, то можно будет этим заняться вопросом. Вот. Всем побед. Пока.